Мы покажем вам небольшую модель общества. Маленькие люди занимаются своими маленькими делами, большие люди занимаются своими делами и присматривают за порядком среди маленьких. Каждый честно выполняет свои обязанности. Но вот, как и в любом обществе, возникает конфликт. Большие люди вмешиваются и восстанавливают справедливость. Как они это понимают? Виновный сурово наказан и отправлен на как бы перевоспитание, а пострадавший что-то получает. Хотя вряд ли его это устраивает. Да и воспитательный момент сомнить. А ведь по справедливости должно было быть так. Прежде всего нужно сказать о том, что российские суды, осуществляющие правосудие, в действительности очень серьезно отделены от общества. Правосудие как таковое в его обычных формах пока не оказывается достаточно эффективным в воздействии на право нарушителя и, собственно, в решении задачи возвращения его в общество. Дело в том, что наше право построено так, что за любое преступление отвечает человек перед государством, несмотря на то, что преступления разграничены как против государства, так и против личности. А вот перед личностью человек никак не отвечает перед потерпевшим. В итоге человек, осужденный за преступление против личности, совершенно безразлично относится к потерпевшему. И его дальнейшая судьба потерпевшего не интересует. Отсюда возникает проблема недоверия потерпевших уже к правоохранительным органам, поскольку, как правило, потерпевший недоволен приговором. Вот этот принцип устрашения, мне кажется, вот это базовый. Трудность в том, чтобы преодолеть этот принцип устрашения. И мне кажется, что это не то, что сидит в Генеральной прокуратуре, в отдельных людей, вот достаточно вместить там каких-то специалистов, у нас все получится. Он в каждом из нас сидит. В этом проблема, я считаю. И опирается на то, что мы не верим, что за счет нормальной работы, за счет того, что мы сможем поработать и снять клеймо, поработать над проблемами подростка, поработать с жертвой, что мы сможем нейтрализовать этот принцип устрашения. Начиная от детского сада, и в школе, и в университете, и в вузах, и на работе. Он базовый, я считаю. Сколько раз в тот забывки приходили? Сначала предупредить его, потом, конечно, в четвером посадить. Я считаю, что ему нужно посадить в тюрьму, так как в тюрьме перевоспитывают характер. Я думаю, что надо посадить в тюрьму, и он может перевоспитаться. В тюрьму посадить, замучившись, перевоспитывают характер. Сначала объяснишь, что это плохо, а потом, конечно же, посадить. По большому счету, я вообще не верю в перевоспитание в наших исправительных колониях, кто получает срок. Я это считаю как страх. То есть они попали в колонию, они получили какую-то свою долю страха, и они побоятся туда попадать еще раз. А перевоспитание, ну, не верю я в перевоспитание в колониях. Страх – вот главный инструмент государства для перевоспитания, в которое никто не верит. Страх и неверие. Что же может вырасти на такой почве? Только озлобленный человек, которого научили лгать и притворяться. И если в первый раз в тюрьму садится оступившийся подросток, то на свободу он выходит в состоянии терпимости к преступлению. Так как среда, в которую его поместили, перевоспитанию не способствует. Единолично, несовершеннолетние преступники преступления, как правило, не совершают. Почему? Да, обычный элементарный признак стаи. Один на один он не подойдет к подростку, чтобы отобрать у того сотовый телефон. Деньги из кармана. Только группой. Ну как же, здесь кураж, здесь поддержка, плечо, так сказать, своего соучастника. Что мы в итоге имеем? Мы имеем тяжкий состав преступлений. Они не имеют криминального опыта, а этот опыт помогаем создать им мы сами. Наказывая их жестче, нежели этого требует здравый смысл. Правосудие пока очень мало обращено к задачам установления какого-то консенсуса между правонарушителем и обществом в его дальнейшей жизни. Вот инициативы по введению у нас, по апробации восстановительного правосудия, они как раз решают именно эти задачи. Состояние преступности несовершеннолетних на сегодняшний день и мер, которые принимают правоохранительные органы, а также суд в отношении несовершеннолетних на сегодняшний день таково, что вызывается необходимость в новых подходах и методах по рассмотрению дел этой категории. Мы создали организацию в 1996 году, Центр судебно-правовая реформа, и продолжали заниматься исследованием и практикой судебной реформы в России. До этого мы сотрудничали с администрацией президента, отделом по судебной реформе и судопроизводства, и проводили исследования, участвовали в разных мероприятиях, в играх, семинарах, посвященных проблемам введения суда присяжных, с независимостью судебной власти, судебного контроля за арестами, то есть теми новыми институтами для России, которые были введены в соответствии с концепцией судебной реформы Российской Федерации. И в 1997 году мы начали заниматься восстановительным правосудием. Если коротко сказать, что такое восстановительное правосудие? Восстановительное правосудие – это движение за восстановительную переориентацию правосудия. Очень часто спрашивают, а как же у нас же по Конституции правосудие должно осуществляться судами. В этом плане правосудие, восстановительное правосудие – это не альтернатива правосудия. Это работа для того, чтобы наше официальное правосудие внимало интересам жертв преступлений, внимало потребностям правонарушителя, если он хочет загладить вред, внимало потребностям родителей, семьи и ближайшего социального окружения. Судьей работает социальный работник. Она получает доступ к информации о правонарушителе, начинает работать с ним и выполняет задачи социальной работы. Это диагностика, анализ семьи, составление, анализ проблем ребенка и составление реабилитационной программы. Социальный работник обычно начинает работу следующим образом. Он связывается с правонарушителем и приглашает на встречу. Встреча обычно проводится в офисе Организации судебно-правовая реформа, где в неформальной обстановке подростку рассказывает о целях и задачах организации. Так как это еще не совершенолетний, то встреча проходит совместно с его законными представителями. Обычно это родители или старшие братья и сестры. В общем, взрослые люди, которым небезразлична судьба ребенка и которые по закону имеют право представлять его интересы. Во время встречи самая главная задача социального работника – установить человеческий контакт с подростком и выяснить его отношение к тому, что произошло. Мы с ребятами однажды вечером собрались в подъезда, изрядно выпили, пошли погулять. И кому-то из ребят приспичило украсть мопед. Но мы сообразили, как это сделать можно. В эту же ночь пошли, залезли в гараж, вытащили мопед, покатались на нем. Дальше социальный работник спрашивает, хочет ли подросток загладить вред, встречался ли с потерпевшим, если не встречался, то почему, что его сдерживает, хочет ли он, чтобы ему помогли в этом. Подросток должен нести ответственность все-таки за то, что он совершил. И когда он приходит на суд, он реально не может осознать, то есть он пришел на суд, он боится, он обвиняемый. Он старается как-то сделать так, чтобы поменьше отвечать за то, что он совершил. И в принципе, когда ему дают условную меру наказания, он отделался и, собственно говоря, все. Теперь можно идти, гулять и начинать все сначала. Но программа восстановительного правосудия мне, как социальному работнику, очень помогает, потому что подросток на этой программе, он может осознать то, что он сделал, он может действительно почувствовать ответственность и научиться нести ответственность за свои действия. И на основании контакта и выяснения отношений к содеянному социальный работник передает случай ведущему программу восстановительного правосудия. Важным направлением работы является привлечение к заглаживанию вреда всех тех, кому небезразлична судьба подростка. Здесь для нас главное реализовать принцип ответственности правонарушителя, чтобы сам подросток, а не его родители, заглажили вред. Терпевший поставил моральный ущерб, это стоимость мопеда. Эту сумму надо было дать нам троим. Поскольку я работал, я эту сумму за какое-то время смог сам заработать. Я, наверное, просто сделал для себя вывод, что в этой уверенности, зачем мне это надо. Я с тем же успехом могу чем украсть, могу погулять, пойти, либо куда-нибудь еще сходить. Мне лучше пожить на свободе, чем в тюрьме. В этом случае, когда он действительно лицом к лицу столкнулся с тем, кого он обидел, он понял, что он натворил, и он загладил вред, который он причинил. Это действительно то, чем у нас не учат в школе, и не учат нас родители, это нести ответственность за то, что мы сделали, нести ответственность не перед государством, а перед человеком, которого я обидел. Если социальный работник за счет предварительной встречи увидел, что ребенок хочет возместить вред, извиниться, и семья на это настроена, то вступает в дело подготовленный ведущий. Я провожу примирительные встречи между обидчиком и потерпевшим. Подростку очень тяжело признать свою вину, и ему стыдно действительно где-то в суде признаться, что, искренне действительно признаться, что, в общем, неправ, когда там находишься в железной клетке. Да это и для взрослого практически невозможная ситуация, тем более для подростка. Другое дело, что когда с глазу на глаз, вот здесь за столом переговоров, когда подросток видит не столько закон, который он нарушил, что, конечно, важно, и потом это будет разбираться в суде, сколько реального человека, которому он принес боль, реальные переживания этого человека, и ищет пути, как он может теперь отозваться на эту боль, что он может делать, чтобы эту боль загладить, компенсировать, изменить что-то. И начинает это обсуждать, начинает искать пути. Это совсем другая ситуация. Подходит ко мне девушка и очень вежливо просит воспользоваться моим мобильным телефоном, причем очень разумно поясняет, для чего это нужно. И я совершенно, конечно, не мог предположить, что случится уже через несколько секунд. Но вот и сейчас я вижу, что Ольга абсолютно равнодушна. Не могу понять, то ли не слушает меня, то ли отдалилась в какое-то свое внутреннее пространство. А правильно я вас понял, что вот то, как Оля сидит, как реагирует, как смотрит, вы воспринимаете как то, что Оля не слушает вас и не воспринимает то, что вы говорите? Вот она что-то сделала, она, может быть, теперь боится наказания. Андрей Юрьевич, вот помните, в начале встречи мы договорились, что у нас есть правило, каждый из нас может поговорить наедине с другим человеком, в том числе и ведущей встречи. Оля, скажи, что ты сейчас чувствуешь? Да, я знаю, что я принесла человеку какое-то горе, я знаю, что я поступила неправильно. Возможно, я сделала, ну, человеку сорвала, может быть, какие-то встречи, но я действительно хотела, чтобы у меня был просто такой сотый, потому что родители мне не могут позволить купить. Вот, я знаю, что я поступила неправильно, и я в этом очень сильно раскаиваюсь. А правильно я понял, что тебе трудно вот с ним как-то общаться, донести до него твои переживания? Да. А ты хотела бы, чтобы, может быть, я рассказал о том, что ты сейчас чувствуешь? Да, я бы этого хотела. Андрей Юрьевич, мы поговорили с Олей, и Оля сейчас очень тяжело, она переживает. И, может быть, ты дополнишь? На самом деле я действительно виновата. Я не хотела причинять какую-либо боль. Я просто действительно, ну, я действительно, я просто родители могли позволить такую роскошь, да, которая есть у вас. Просто действительно, когда я увидела, я не очень захотелось иметь такую сотую. Ну, естественно, просто извиняюсь. Кто может оценить раскаяние обидчика? Она же для только жертвы. Если она принимает извинения, если людям нормально, если то, как они договорились, их устраивает, и между ними не осталось больше злобы, ненависти, агрессии, недовольства, значит, это и есть праведливость. Значит, так нормально. Сегодня практически во всех странах Европы проводится программа в основном правосудии в Северной Америке, США и Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южная Африка. Это не просто какое-то веяние, очередное веяние Запада. Это практика, которая в каком-то смысле идет в оппозицию существующему официальному правосудию как на Западе, так и в других странах, и в России тоже. Эта практика родилась именно из-за неудовольствия разными специалистами, юристами, психологами, социальными работниками, политиками. К сожалению, надо отметить, что на сегодняшний день самой распространенной мерой наказания в отношении несовершеннолетних является лишение свободы условное или реальное. Нормальным такое положение признать нельзя. И в этой связи на практике вырабатываются новые методы к рассмотрению дел этой категории. Предположим, в суд поступает уголовное дело в отношении подростка, совершившего кражу, предусмотренную частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая относится к категории преступлений средней тяжести. Мне представляется, что в этом случае суд при рассмотрении дела на предварительных слушаниях в судебном заседании может разъяснить сторонам положение статьи 76 Уголовного кодекса о возможности прекращения уголовного дела при условии, если они помирятся между собой, если будет возмещен причиненный вред. И при необходимости суд должен предоставить сторонам возможность для выполнения всех необходимых процедур. Это дает возможность и налагает определенные обязанности на представителей общества именно активизировать свою деятельность в том направлении, чтобы побудить несовершеннолетнего начать осознавать себя членом общества, начать стремиться к тому, чтобы быть полезным членом общества и чтобы помочь ему в этом. Пять лет тому назад мы под Новый год украли машину ЗАЗа 968. Там оперативная группа тоже сработала, нас поймали. Потом мы пошли с хозяином на примирение. Ко мне пришли соцработники, через них прошла эта встреча. Мы с хозяином просто разговаривали все. Мать, отец были, соцработники, сам хозяин этого машины данный. Мы как бы согласились восстановить машину и отдать ее. Во время встречи, честно говоря, мне просто при самом хозяине этого автомобиля, мне было стыдно. Несмотря на то, что я машину восстановил, и отдали ему машину. До сих пор стыдно. Сейчас работаю в автосервисе, купил себе машину. В центре нашей работы и в центре восстановительного правосудия стоят интересы жертв преступлений. Для жертв важно, чтобы их чувства были приняты во внимание, их интересы были в центре тех, кто занимается уголовной юстицией. Когда со мной произошло это, я оказалась, в общем-то, пострадавшим человеком. Я хотела сначала вообще, чтобы было самое сильное наказание, потому что тяжело все это было. И сын пострадал, и меня избили, и боль была, в общем-то, физическая. Ко мне обратились ваши сотрудники с тем, чтобы оказать помощь в решении каких-то наших проблем с сыном. Потом я для себя поняла, что это... Как я могла бы еще встретиться, когда уже все это остыло, и злость немножечко улеглась на них. И я когда во время следственных мероприятий проводимых, я увидела, что, в общем-то, люди несовершеннолетние, ребята, может быть, думаю, меня отержали, конечно. Сомнения, думаю, я могу им как-то жизнь испортить. А один из обвиняемых поступал в институт. То есть, в общем-то, мальчик-то, ну, мало ли, ошибся, оступился. Думаю, потом я буду себя виноватой считать. А встретиться где-то в нерамках суда, я так подумала, где еще, я же не буду с ними на улице как-то звонить им. Это важно было для сына, мне кажется, тоже, потому что неформально все это было. А это как-то было более искренне, что ли, когда он увидел ребят, они попросили прощения у него и...